Добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба. Меня зовут Рудов Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот youtube канал, где мы анонсируем различные акции, спецпредложения, а также анонсируем новинки в наших магазинах. И сегодня хотелось бы рассказать про отличный экстракт для домашнего экстрактного пивоварения от компании алков. Это друзья отечественная компания на территории нашей страны производят пивные экстракты и не только пивные экстракты, а еще и вот такие вот амальтозные экстракты, которые используются вместо декстрозы. То что мы привыкли называть неохмеленкой. Это вот именно она. Я взял вам показать только два таких экстракта по одному неохмеленному и одному охмеленному экстракту. Но у нас есть в продаже в ассортименте вайсбир. Вот так он выглядит. Лайтлагер, вы видите его передо мной. Эмбер эйл. Это янтарное пиво. Также в продаже стаут и также в продаже блонд эль. Точно таких же баночках, как они выглядят, я вам показал. И к ним неохмеленка, друзья. Это подходит к светлым сортам. Соответственно, для темных сортов своя неохмеленка тоже есть в ассортименте. Для чего мы вообще ввели данные экстракты? Во-первых, эти экстракты, друзья, отечественного производства, в отличие от многих других, которые есть в нашем магазине. С ними мы видим сейчас в политике такая большая нестабильность, потому что они производства в Великобритании, Новой Зеландии, всех англосаксонских стран. Поэтому, конечно же, мы ищем им альтернативу. Также этот экстракт относительно дешев по отношению к импортным экстрактам. И у него неплохая комплектация. Давайте мы один вскроем и посмотрим, что там внутри. Если говорить про неохмеленку, там только пакет с неохмеленкой, друзья, поверьте мне. Банка из плотного картона с вот таким вот неплохим нанесением. Ну, достаточно удобная баночка. Я бы потом эту банку использовал для хранения каких-нибудь ингредиентов. Либо в нее можно очень удобно поставить мерный цилиндр или еще что-то. Ну, не знаю, в любом случае, в хозяйстве пригодится вот такая вот банка. Здесь у нас на дне были дрожжи. Сафлагер S23 дрожжи. Дрожжи хорошие. От Fermentis. Достаточно недешевые дрожжи. Около 300 рублей. Такие стоят в некоторых магазинах даже больше. Поэтому это очень даже достойно. Таблетка Deochlora одна. Но этого вполне себе достаточно будет для приготовления 22 литров пива из вот такого вот экстракта. Хотя, может быть, не 22. Я ошибаюсь. Сейчас я точно вам скажу, сколько пишет производитель. Да, производитель пишет 23 литра пива. Ну, это стандартный объем. И вот такой вот, друзья, последнее, что есть здесь. Это пакет, на котором написано выбито Light Lager. То есть, они не ошиблись. Все правильно нам положили. Пакет абсолютно герметичен. Тем более, вот в таком тубусе точно с ним ничего не будет. Вот такая вот, друзья, комплектация. Пакет с самим экстрактом. Дрожжи и Deochlora. И сам, конечно же, тубус транспортировочный. Я считаю, друзья, что комплектация хорошая. Цена соответствует. Сортов достаточно много. Есть и пшеничные, есть и янтарные, есть и стаут. Каждая из них есть своя неохмеленка. Поэтому нужно пробовать, друзья. Если вы любители домашнего экстрактного пивоварения, не обходите стороной компанию Алков с их экстрактами. На этом все, друзья. Хороших, вкусных вам напитков. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы здесь анонсируем наши новинки. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.